В Казахстане перестали показывать более десятка российских телеканалов, в основном с информационной повесткой. Представители российского первого убеждают, что дело не в политике. Казахстанский оператор в свою очередь заявил, что правообладатель российских телеканалов завышал цены и неоднократно отказывался от достижения договоренности о рассрочке. На протяжении последних нескольких лет цена ретрансляции каналов телесемейства постоянно повышалась. Так, с 2018 года по 2023 год стоимость прав выросла на 75%. Мы неоднократно обращали внимание, что стоимость прав за ретрансляцию по сравнению с рыночной неадекватно для нас завышена. В ответ в декабре 2023 года мы получили уведомление об еще одном повышении стоимости, без указания размера. Из сообщения на сайте оператора Тивиком. В ноябре 2023 Казахстан заблокировал на своей территории российский сайт «Спутник-24». На этой платформе можно было смотреть пропагандистские телеканалы. В августе в стране заблокирован сайт телеканала «Царьград» за пропаганду экстремизма. Такие решения Астаны доказывают. Казахстан пытается дистанцироваться от Кремля, который то и дело прибегает к гибридным угрозам. 18 декабря Путин подписал указ 962, который фактически объявляет войну Казахстану, Молдове и заканчивает разбираться с Белоруссией. Когда он говорит, что все граждане этих стран могут получить паспорта РФ и, соответственно, после этой процедуры, как это произошло в Крыму, они будут рассказывать, как на территории Донецкой и Луганской областей, что они идут защищать граждан, которые общаются на русском языке, имеют российские паспорта. Алексей Данилов, секретарь СНБУ Украины в эфире марафона «Едыни-новыны». Президент Казахстана Касым Жамар Такаев, имя которого Путин от встречи к встрече намеренно коверкает, открыто выражал свое несогласие с российским президентом и прямо диктатору заявил, что не признает псевдореспублики на Донбассе. Кроме того, Такаев не принял награду от Путина, отказался от ордена Александра Невского. В последнее время такие поступки и риторика стали своеобразным трендом среди союзников страны-агрессора по ОДКБ, говорят аналитики. На фоне продолжающейся агрессии России против Украины и той эффективности, с которой Украина сумела первый год противостоять, полтора года, противостоять огромной российской армии, показало вот этим странам, что можно голос поднимать громче. Не так давно была, например, встреча в Казахстане, когда президент страны первый раз на встрече с Путиным начал встречу на казахском языке и говорил на казахском языке, хотя обычно они это делают на русском языке. Это тоже демонстрация, это демонстрация того, что страны за себя, за свой суверенитет, за свою независимость, а террорист Путин, он им не друг. Вместе с тем Казахстан не готов открыто противостоять России. Его цель — сохранить независимость, считают эксперты. Астана не предоставляет прямую военную помощь Москве, а граждане Казахстана, воевавшие против Украины, получают обвинительные приговоры судов. В то же время через Казахстан Россия получает подсанкционные товары, в том числе электронные компоненты для оружия. А экономики обеих стран, в частности в энергетическом секторе, все еще остаются взаимозависимыми.